Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале Счастье у нас самих, где есть ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну и, конечно, практики, настрои, ритуалы для исполнения. Весь секрет в вас, в вашем стремлении, во многократном повторении и, конечно же, в вере в то, что все возможно, все это сделано для вас. Хочу поздравить вас еще раз с наступившим новым 2022 годом, еще раз и еще раз пожелать вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, всего самого-самого лучшего. Вы этого достойны. Сегодня Таро Мудрых Чакр. Событие недели для стихии огня. Знаки Зодиака. Овны, Львы, Стрельцы. Искорки вы мои, быстрые мои, нетерпеливые мои. В основном это так. Не забывайте про акциндент, восходящий знак. Вычислить его очень легко в онлайн. В поисковик вводите слово акциндент и вам выдают сайты, где, подставив дату рождения, место рождения и время рождения, вам выдают знак вашего акциндента. Если вы не знаете время рождения, тоже не проблема. Там есть инструкции на всех этих сайтах. Что же подставлять, если вы этого времени не знаете. Всегда советую смотреть и вашу стихию, и стихию вашего акциндента, для того, чтобы получить полную информацию и больше советов, что же, собственно говоря, делать, а что было бы здорово и не делать. Как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно же, улыбнитесь. Ну, а я посмотрю вместе с мудрыми чакрами события недели, советы на ближайшую неделю. Давайте лучше так. Тут не события, а советы. Так как вас много, энергии много, и если я вижу какие-то события, я рассказываю, а так, исходя из того, что я вижу за картами, я могу вам посоветовать, что же делать, а что же не делать. Ну, что, готовы? Колода массивная, но я ее люблю, как и все мои другие колоды. Ну, что, смотрим. Начали? Знаете, эта карта вообще называется «Гортое одиночество». В начале недели некоторым из вас захочется спокойствия, захочется покоя. Вот тут я вижу, что покой вам только снится, особенно с вашей стихией. Вы всегда быстро хотите, все сразу и вчера, но вот тут вам захочется какой-то передышки. Кстати, может быть, передышки после праздников, такое тоже может быть. И эта карта советует вам постараться в начале недели принимать ваши решения самим. Поменьше в начале недели прислушивайтесь к тому, что говорят другие. Это поможет вам действительно решить вопросы более независимо. Когда, потому что я вижу здесь ситуации, когда вам будут давать много разных советов, и вы не сможете концентрироваться именно на сути задачи, я не называю это проблемами. Вы знаете, что я все называю задачами. Их легче решать, чем проблемы. Как ни странно, в английском языке слово «problem» – это и есть задача. Но так как мы говорим по-русски, значит легче решать задачи. Поэтому не прислушивайтесь к тому, что говорят другие в начале недели. Советы могут быть медвежьими услугами, которые еще больше запутают вас. Поэтому старайтесь в начале недели все принимать свои решения независимо. Давайте смотрим дальше. Что же нужно, собственно говоря, делать, а что не нужно. Давайте смотрим. Ну, много встреч. Вот что я, почему я еще, видимо, сказала вот в начале, именно по первой карте, вас ожидает огромное количество разных встреч. Это могут быть как встречи деловые, так и встречи с родными, близкими и друзьями. И вот тут тоже будет вот эти ситуации, о которых я говорила, что слишком много будет разных советов. Вот это одно, что я вижу, и это может вам помешать. Другая сторона медали для тех, кто ждет встречи со своим мужчиной или со своей женщиной. Именно это касается личных отношений. Тут я вижу, что встреча произойдет к середине недели, вы встретитесь. Ну, а какая это будет встреча, я хочу вам сказать, тут я вижу, зависит от вашего настроя. Могу только предостеречь тем, что если происходили какие-то ситуации, в которых вам не все нравилось, при этой встрече не выражайте свое раздражение, не выражайте свои претензии, просто постарайтесь провести встречу гармонично для вас обоих. Потому что вижу, у некоторых из вас, да, есть какие-то претензии, но вот именно эта встреча, которая произойдет, не нужно эти претензии выражать. Это тут еще, я же говорю, я вижу ситуацию, что вот в вашей душе эти претензии вызваны не вашим состоянием, а вызваны советами других людей. А то, о чем я говорила в первой карте, первой в начале позиции. Давайте посмотрим, что же еще ожидает ближайшую неделю. Вот тут я вижу еще, что к середине недели вы обретете, знаете, вот такую, можно сказать, уверенность в том, что вы все делаете правильно. Тут ситуации будут разворачиваться таким образом, что вы осознаете, поймете и будете действовать именно исходя из того, чего и хотите именно вы. Смотрите, эта карта говорит о том, что все в ваших руках. И от того, что вы будете делать, как вы будете делать, как вы будете направлять свои мысли, зависит то, что будет происходить с вами. Смотрим дальше, что же будет происходить к концу недели. К концу недели, вы знаете, вы немножко поуспокойтесь. Вот я, то, что я рассказывала раньше, вот именно то, что вас будет мучить, оно вас отпустит. Отпустит по той простой причине, что первое, как я сказала, вы найдете выход из ситуаций, которые будут вам непонятны, которые будут вызывать у вас беспокойство и неуверенность. Ну и еще придут какие-то новости, которые вас, даже если не обрадуют, они вас успокоят. Придет решение чего-то, что будет беспокоить вас в начале недели, но не без вашего участия. В принципе, вы будете идти к решению задачи, вы будете делать все для того, чтобы все решилось в вашу пользу. Также хочу сказать, что для тех, кого это интересует, в конце недели вас ожидает встреча. Это молодой человек. В принципе, по этой карте это как для мальчиков и для девочек, потому что это может быть как мужчина, так и женщина. Моложе сорока, могу сказать, серьезный или серьезная, темненькая, с темными глазами, хотя в этой колоде она рыжая. Вот именно девочка рыжая. Вот, поэтому, если мы говорим именно, говоря по этой колоде, то мужчина или женщина, с которыми у вас предстоит встреча, это или если вы узнаете ваш мужчина или ваша женщина с рыжими волосами, очень серьезные, очень основательные, это принцесса монет или паж монет, паж пентакли в других колодах. И могу сказать, что женщина или мужчина, эти молодые, они очень чувственные, но они очень сдержанные. Также, для тех, у кого дети не рядом, вы получите известие, дети выйдут с вами на связь, точно так же, это могут быть как мальчики, так и девочки, выйдут на связь, и вы, знаете, вы обрадуетесь. Вот тут я вижу, что вы обрадуетесь, они принесут вам именно какие-то новости, какие-то известия, которые вас обрадуют и успокоят. Это, кстати, для тех, кого волнуют ваши дети, волнуют, что с ними происходит. Это взрослые, вижу, что это взрослые дети, это не маленькие дети. Ну и, конечно, финальная карта недели. Посмотрим, чем же закончится. Ну, смотрите, всё-таки вы ещё не полностью свободны от самих себя. Вот так я это вижу. К концу недели вы это почувствуете. Что значит, вы не свободны от самих себя. Вы сами себе создаёте проблемы, а потом ищите, как их решать. И к концу недели вы можете это хорошо почувствовать. Если вы будете действовать уверенно и стараться, можно сказать, плыть по течению вариантов, которые вам даёт жизнь, Вселенная, Высшие Силы, Господь, кто во что верит, то вы можете обойти вот этого состояния, что вам надо что-то преодолевать. Потому что по всем картам, которые выпали здесь, я вижу, что ваша неделя может пройти и продуктивно, и успешно, и спокойно. Только вы сами можете себя загнать в какие-то рамки, а потом пытаться из этих рамок выходить, а это уже будут усилия. Но у вас нет никаких предпосылок к тому, чтобы загонять себя в какие-то рамки, потому что всё в ваших руках, и те решения, которые вы будете принимать в ближайшую неделю, будут правильными. Только не задавайте себе слишком много вопросов. Так вот тут я могу сказать, что приняв решение, действуйте в свете своего решения, и не углубляйтесь, не раскладывайте всё по полочкам. Тут не нужно детализировать, тут нужно просто двигаться, просто наслаждаться, просто встречаться, и просто иногда побыть одному или одной для того, чтобы перезагрузиться. И всё это будет у вас в ближайшую неделю. Ну, а теперь давайте, как всегда, загадывайте свои желания, ставьте свои цели, записывайте свои планы, ну, и задавайте свои вопросы. И мы посмотрим карту на исполнение желаний. Как планировать желания, я рассказывала очень много раз. У меня на канале есть несколько видео о том, как же правильно загадывать желания, ставить цели и задавать вопросы. Так что, если кто-то ещё не знает, заходите на канал плейлист «Измени свою жизнь к лучшему сейчас» или «Управляй своей жизнью». Есть два плейлиста, и в них есть все эти видео. Ну что, вы готовы? Восстановление. Вот тут как раз то, о чём я говорила с финальной картой расклада «Освободите себя от себя». Вот не знаю, как я иначе могу это сформулировать. «Освободите себя от ограничений». Поймите, что возможно всё. Тем самым вы восстановите именно свою внутреннюю энергию, которая и помогает нам, наша внутренняя энергия, помогает нам именно достигать. Достигать, получать, исполнять. И эта карта говорит о том, что восстановите свою энергию и все желания, которые вы сейчас загадали, все цели, которые вы поставили, и все вопросы, которые вы задали сейчас, вернутся к вам с прекрасными результатами. Поэтому восстановите себя, восстановите свою энергию, освободите себя, вам доступно всё. А вы же ещё и огоньки. Вы это всё можете сделать на раз, два. На сегодня всё. Желаю вам прекрасной, счастливой, гармоничной недели. Пусть всё происходит так, как вы этого хотите. С вами была Женя. увидимся очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока-пока. -по, Пока-пока. Пока-пока.